А вы, Кодер. Добро пожаловать на курс PostgreSQL для начинающих. А начнём мы его с создания нашей первой базы данных. Поехали! На протяжении всего курса мы будем работать с PostgreSQL-шеллом и забивать SQL-запросы, собственно, ручками. Поэтому мы отправляемся искать PostgreSQL-шелл и открываем его. Так, если вы следовали инструкциям по установке PostgreSQL с моего прошлого видео, то мы можем сейчас просто нажимать Enter и дефолтных установок, которые мы забили тогда, вполне должно быть достаточно. То есть мы укажем пароль и войдём в систему. Теперь, если мы хоть когда-либо забудем хоть какую-то команду, мы всегда можем набрать backslash и вопросительный знак. Это что-то вроде хелпа, и мы увидим огромный список того, что мы можем в PostgreSQL-шелле, собственно, творить. Чтобы посмотреть, какие базы данных у нас уже существуют, мы можем набрать backslash L. Это выдаст нам полный список. Ну и, собственно, сейчас мы создадим нашу первую базу данных, над которой мы будем издеваться весь оставшийся курс. Для этого пишем Create Database и имя базы данных. В нашем случае это будет AVECoder. Не забываем точку запятой в конце. И, как мы видим, у нас сообщение успеха. База данных создана. Давайте ещё раз backslash L. И теперь мы видим первым в таблице название нашей новой базы. Теперь подсоединимся к этой базе, backslash C, имя AVECoder. И мы видим, что мы теперь подсоединены к базе данных как юзер Postgres. Наберём backslash coninfo. И мы также видим, что база у нас ютится на localhost. И порт 5.4.3.2, стандартный порт для Postgres. Далее. Мы в педагогических целях первый и последний раз откроем pgadmin, то есть графический интерфейс, чтобы просто подтвердить, что база была так и создана, так сказать, наглядно. Итак, открываем pgadmin. Вводим наш пароль. И в списке баз данных мы видим, что AVECoder также стоит на самом первом месте. Теперь стоит упомянуть команду, которая, пожалуй, самая опасная при работе с базами данных. Это, естественно, drop. Database и имя нашей базы данных AVECoder. Сейчас я её вызывать не буду. Мы рассмотрим дроп в последующих видео. И на сегодня остановимся на этом. Вот такой короткий вводный урок. А в следующем уроке мы уже будем создавать нашу первую таблицу и потом заполнять её данными. С вами был V. Ставь императорский палец вверх. Подписывайся и бей в колокол, чтобы не пропустить дальнейшие уроки. Спасибо и до свидания.